Реза Бинбиня, Благонравная жена, Реоят, Забота о близких лицах. Благонравные женщины ни в коем случае не будут допускать разлада в отношениях с отцом и матерью мужа, его детьми, его братьями, сестрами и друзьями, сколько бы их ни было, это означает необходимость быть приветливой к ним, друзей мужа принимать, как друзей врагов, как врагов. И напротив, если жена во душе своей признает его друзей за врагов, а врагов за друзей, она находится в явном соблуждении. Старшие поколения наставляли, что жене даже собаку, другому уже следует выделять особо. Если дружба людей налагает такую одесенность на их семьи, то тем более женщина, стремящаяся всегда быть дорогой и желанной для мужа, будет еще более приветливого добра близка. Родным мужа, богобоязненный мусульманин, не будет напоминать жене на необвоимости. Заботьтесь о его родственниках, особенно о вас, о матере. Если вдруг муж из-за своей невоспитанности бессердечья не оказывает должного внимания своим родным, благоонравная женщина не столько сама будет стремиться быть близкой к ним, но и будет стараться призвать супруга уважать сыников. Если по нормам шариата так велики права соседей, близость которых обусловлена лишь общим забором и сопредельностью домов, тогда подумайте, какими громадными должны быть уважение и почтение между родственниками по крови и плоти. Отсюда следует, что женщина должна расти и воспитывать приемных, и мужа как своих родных. Это один из пути заслужить милость и довольство Всевышнего Аллаха, а также благодарность своего супруга. Таким бы жестокими, грубым не был некий отец, он не терпит оскорбления своих детей. Тем либо, незапустимо также, если отец не вмешивается, когда мальчиха измывается над его родными детьми. Он или не любит их, или же любит, ее больше нет. Но есть в этом явлении обратная сторона. Если отец из-за своей любви к новой жене не обращает внимание на то, как дитя его продает под жестоких слов, полков взглядов и беспочатных кулаков, мальчики, разве нет того, кто видит слезинки, сбегающие из его глаз, несомненно, он есть и придет особый день расчета, когда эта женщина будет спрошена за свое деяние, большое и малое за каждое отдельно будет давать ответ. В этот день, возможно, то, что давалось в голод, будет возвращено в войне. Права сироты, не вода бескресна, нет. Питаются во землю, и ветер незаметно не развеются, и женщины, которые достойно воспитывали и с любовью растили приемных детей, удостоились за это большего внимания, уважения и любви своих супругов. И наоборот, это еще вид для любой женщины, видевшей, как бывают жестоки некоторые мальчики, и детям своего южа, притеснение их безжалостное отношение к сиротам – это большой грех. И это относится не только к женщинам, воспитывающим приемных детей, а также к отчимам, офикунам и воспитателям. Из изречения пророка Мухаммада, целя Аллаху алейкум алейкум ассалян, из того, что любит Всевышний Аллах, в том, в котором милостивы сиротиры, то, что ненавист на том, в котором притесняют сироту. Из этого хадиса немалое назидание для мусульманина, обладающего ярстным умом. В завершении вывода из вышесказанного для достижения любви супруга нет пути более верного, чем забота о его детях, растительность его родителям и остальным родственникам. Благонравная и расходительная женщина, следуя по этому пути, получа удовлетворение возземной жизни и лучшее вознаграждение в вечной жизни. А совершенные в этой жизни праведные и греховные дела не растеются как облака в небе и, скорее всего, еще при жизни будут возвращены к хозяину. Тот, кто заботился о своих отцах и матери, несомненно, не останется без заботы своего собственного ребенка. Если женщина из-за своего нежелания заботиться о свекре и свекрови отключила мужа от его родителей, то же самое в свое время придется притерпить и от жены своего сына. Ведь, что посеешь, то и поженешь. Загбет варисто. Благонравные женщины поддерживают знакомство с добрыми и воспитанными женщинами, но отстраняются и издвигают общение с дурными, потому что знакомство и дружба с хорошими причина добра. А приятельство и дружба с дурными путь к злу. Сказано, что может быть, что дурная женщина это шайтан отсюда следует, что недопустимо быть приветливой и пускать за порог женщин за дурным характером. Нет, 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 нет. Никакой пользы в дружбе шайтан не надо думать, если я сама праведно разве для меня может быть зла. Пусть ни одна женщина не сомневается в этом вреде. Он ясен как ясный день. Если хотим узнать, какого человека мы задаёмся вопросом, а кто его друзья? Посмотрев на его друзей и товарищей, делаем вывод, а человек ведь не запрещен делать вывод, а ком-либо подобным образом тот, кто заходит на мельницу перепачкает одежду мукой, а толкующийся около казана перепачкается сажей. Подобно этому и влияние дурных жим, если они не пробрались за парадома, считайте дело пропащим, то есть вы совершили большую, оплошную, человеку каким-либо хорошим, разрумным, он не был, новость типа о тебе, кто-то, сказал кто-то, очень сложно оставить без внимания, и даже если он не верит этой истории, задержится, чтобы дослушать ее до конца, увлекшись и потерять счет беременность. Дурные женщины, зайдя в дом, начинают разговор именно в такой манере. Для этих злонамеренных женщин ничего не стоит своими семеретними расстроить благополучие в отношениях между мужем и женой, погрузить болезнь абсолютно здорового человека, внести тяжкое сомнение в чистую душу, сохранение тайны, благонравные женщины безусловно будут строго хранить тайны своих супругов, какими бы эти тайны ни были большими или маленькими, то, чьи тайны раскрыты, а во достижении своей цели будет преодолевать сильные трудности или не достигнет этой цели вовсе, а значит тот, кто раскрывает тайны, посторонним наносит себе непоправимый бред, хранилище тайны душа, а ключ тайны язык, тот, кто нет, хранит этот ключ надлежащим образом и не смиряет этот ключ язык без безумие. По законам шариата не умение хранить тайны считается большим грехом, если женщина осведомленная о всем выше сказанном не хранит тайны мужа а распространяется а нет посторонним людям то нет только глядить мужу отступает от норм шарья тот кто не сохраняет свои тайны говорит кому-либо говорю только тебе пожалуйста не рассказывай никому один из безумцев всего мира правда хватит сил сохранить чужую тайну посторонним и человеку есть ли обладатель тайны сам не может держать ее при себе это несомненно выше человеческих сил не даром говорят что человеку намного легче убили 100 золотых монет чем маленький секрет кто не умеет хранить тайны нельзя доверять не следует поддерживать с ним тесные взаимоотношения поэтому женщина которая не умеет хранить тайны мужа не достойно быть его женой в том случае если муж обнаружил в нраве жены этот недостаток решит оказывается ей нельзя доверять тайны начнет скрывать свои секреты от нее своего явного врага какое наслаждение останется в земной жизни те жены которые хранят тайны своих мужей будут любимые испытают нежные чувства поэтому важнейшим обязанностей благонравной женщины является сохранение тайн своего мужа она довольство и удовлетворенно благонравные женщины всегда довольны довольство означает удовлетворенность как в малом и в большом это прекрасное свойство необходимо для мужчин и для женщин довольство само есть богатство которое к тому же никогда не убивает не убывает никогда не убывает тот кто не способен быть довольным крупинкой не будет удовлетворен даже если богатство займут всю землю отсюда ясно что неумение быть довольным одна из болезней детей адам человек прадающий неудовлетворенностью он сбивается с истинного пути долго плутает заблуждений переносит рассвоение множество испытаний неудовлетворенного человеку очень много потребностей жадность его не имеет границ для достижения желаемого он все время он живет заводит знакомства с нужными людьми изображает дружеские чувства но не испытывая их в душе постоянно старается находиться в поле зрения власти богатства придержащих поэтому женщине следует всегда быть довольны тем что имеет ее муж когда дитя адамов она обращает внимание на тех то ниже его самого положения и осознает вероятность ухудшения своей жизни возможно он обретет довольство тот что бережно расходует имущество которое он надеет он будет доволен своей жизнью и благодарен за нее и никогда не следует забывать что твое богатство свое здоровье 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 Продолжение следует...